Итак, мы действительно востребованы. Хорошие новости? Отличные. Собирай чемоданы, поехали. Куда мы едем? В Мадрид, в Испанию. А зачем мы едем? Копировать произведение одного великого художника. Художника ТЧК. ТЧК? Я его не знаю. Конечно, ты же не образованный, ты не можешь знать ТЧК. ТЧК это великий художник, он есть во всех энциклопедиях, с фотографией ванфас и в профиле, во всех видах. Это художник, который создал великие произведения. ТЧК, читай. Прошу вас, выехать ко мне в Мадрид, сделать копию знаменитой картины ТЧК. И денежный перевод следует. Ага, я стал художником международного значения. Я еду работать в Испанию, в Мадрид. В Мадриде есть Прадо. В Мадриде... В Мадриде есть пруд? Да. Только в Мадриде есть пруд? Только в Мадриде. Ты дурак. Ты никогда не был на Вилле Боргезе? Там есть большой пруд, возле которого гуляют собаки. Музей Прадо. Только Гойя мог написать такое мастерское произведение. Вдохновившись трагическим событием вторжения Наполеона, он создал шедевры высшей степени морального и духовного значения, пронизанной потрясающим реализмом. Обратите внимание на оригинальность композиции, находящихся напротив двух групп. Посмотрите на группу приговоренных, повстанцев и исполняющих приговор солдат. Поговорим о приговоренных. Польбуйтесь энергичным рисунком. Энергичным рисунком, полным драматизма и теплым цветосочетанием. Цвет насыщенный, но не унылый. Если вы сравните Гою с любым другим художником, у вас не будет никаких сомнений. Кто это так много говорит? Тот, кому и положено говорить. Это знаменитый профессор Франциско Мантьельев. Крупнейший исследователь Гои. И если он говорит, что картина принадлежит кисти Гои, никто в этом не сомневается. Если это скажу я, три года тюрьмы. Но если картина подлинная, я говорю о фальшивой картине. Задержите ваше внимание на одном из моментов, наиболее характерных для этого полотна. Кровь. Это кровь, которая пропитывает землю и окрашивает ее в трагический пурпур. Чувствуете терпкий запах крови, бьющий ключом из открытых рам? Гои сумел написать даже запах. Профессор. Не мешай, синьорина, поговорим о запахе крови. Профессор. Кажется, она вытекает из полотна и капает на пол. Покушаешься на Гою? Назад. Куда направился? Ей плохо. С ней все отлично. Я ничего не понимаю. Я в курсе, все нормально. Иди за мной и помалкивай. Не толпитесь, вы перекрываете ей воздух, отодвиньтесь. Гутиерра, сиди, принеси рюмку коньяка. Профессора, ей плохо, две рюмки коньяка. А тем временем я займусь синьорой. Синьориной. Итак, я постараюсь объяснить тебе, но ты все равно не поймешь. Рауль, скажи мне правду, я не хочу браться за работу, ничего не зная. Эти вещи тебя не интересуют. Это маха обнаженная. Тебе нравится? И ты говоришь, что мне это не интересно? Иди сюда. Иди сюда. Эта вещь меня очень интересует. Это маха одетая. Меня интересует вон та. Та или эта. Это два знаменитых шедевра Гои. Они имеют басно-словную цену. Представь, сколько могла бы стоить...